всем привет с вами Эльдар Муртазин и поговорим мы сегодня про модель уже не бюджетную да несмотря на название A25 Galaxy A25 от компании Samsung это уже не бюджетный сегмент потому что начинается цена в официальной большой федеральной рознице от 24000 рублей ну вот можно посмотреть например DNS просто на вскидку стоит 23 990 рублей а поставляется в россию в двух версиях 628 гигабайт и 8 256 гигабайт разница между ними в 5000 рублей 24 ну и 29 тысяч рублей соответственно на мой взгляд за почти 30 тысяч рублей на рынке можно купить огромное множество аппаратов также как и за 23 тысячи и в общем-то аппарата зачастую интереснее лучше во всех смыслах тем не менее у таких аппаратов есть поклонники вот если я про 15 рассказал стоит рабочая лошадка в которой есть хороший экран достаточно производительность и неубиваемость то а 25 предлагает скажем так эта модель которую берут для себя это не корпоративный как правило сегмент это покупать для себя для родителей такая модель на несколько лет как минимум которая будет выполнять свои функции но от нее не требует чрезвычайно многого с одной стороны с другой стороны тут есть целый ряд улучшений по камере улучшение по записи видео и прочим вещам давайте посмотрим на модель вблизи для того чтобы оценить что она умеет как фотографирует и насколько производительно у меня цвет аппарата желтый тут есть текстура она играет хорошо достаточно на свету переливается и ну вот в зависимости от освещения вы получаете немножко разную окраску это пластик если говорить о задней панели пластик боковинок то есть здесь нет никаких особых заслуг кроме того что на фронтальном экране собственно один на дисплее защита корня горелла глаз 5 то есть это стекло в отличие от младшей модели если посмотреть на то как устроена модель датчик отпечатка располагается сбоку он достаточно быстро реагирует на нажатие спаренные клавиши регулировки громкости второй микрофон на верхнем торце 1 на нижнем три с половиной миллиметра избитой пси второй версии динамик аппарат достаточно но выше среднего по громкости если мы говорим про его возможности то здесь все достаточно любопытно я сейчас как баран на новые ворота еще на стройке для того чтобы собственно вам показать насколько он голосистый стереодинамики здесь работают в паре но при этом основной динамик конечно же нижний нижний динамик он громче вибрация она чуть более средней две наносим карточки можно установить в слот конечно же поддерживаются карточки micro sd потому что это относительно бюджетное решение и обратите внимание что у нас вот такой вот слот в этот слот мы можем установить две наносим карточки либо наносим карточку и карточку micro sd собственно говоря ну то есть одновременно две sim карты и micro sd у нас не получится защита от воды конечно же нет в этом сегменте но и трудно было бы этого ожидать яркость экрана если вы 15 она максимальная 800 нет при автоматической регулировке здесь это 1000 нет то есть она выше 1000 нет это уже много особенно для такого сегмента помимо этого у нас есть 120 герц это amoled экран поддержка и внутри к слову сказать exynos 1280 насколько я помню 1280 да это неплохой процессор но самое главное здесь есть always on display который вы можете настроить под себя выбрать там стикеры темы все что угодно то есть знаете покажу вам не отображается всегда ну то есть вот мы получаем always on display что не очень характерно для этого ценового диапазона геометрия экрана 19 половиной на девять шесть с половиной дюймов ну в общем-то amoled экран как я уже сказал экран очень и очень неплохой мне он нравится если мы говорим о производительности это отдельная тема для обсуждения когда мы говорили про exynos давайте посмотрим 470 тысяч виртуальных попугаев то есть это заметно больше чем на предыдущем аппарате а15 если брать стандартную конфигурацию 428 но в первую очередь память такая же lpddr4 если говорить о конфигурации 628 вот эта конфигурация она более чем производительная здесь нет притормаживаний и мне кажется что вот стоит обращать внимание уже этого достаточно 8 256 брать почти за 30000 мне кажется не имеет смысла аккумулятор 5000 миллиампер час хватает его на два-три дня работы при умеренном использовании зависит от того что вы делаете зарядное устройство комплекте нет за это надо ругать samsung но его нету поддерживается зарядка 25 ватт 25 ватт 75 минут и вы заряжаете на сто процентов батарейку но естественно никакой беспроводной зарядки вот этого всего нет обновление по поддерживается в течение трех лет два года обновлений андроида вам я и плюс один год патчи безопасности но вот 628 то что у меня я думаю что вообще говоря про этот аппарат нам сказать очень простую вещь в нем есть настройки там режима сценарии вы можете добавить свои сценарии и это достаточно любопытные штуки то есть бюджетных аппаратах samsung раньше этого не было сейчас это появилось и мне кажется что это достаточно большая заслуга для компании что они добавили 13 мегапиксельная камера как вырез в экране при этом фотографии получаются неплохими я сейчас вам покажу что у нас получается камера сама по себе не дурна достаточно яркая это видео у нас производительность вы видите что неплохо конечно камера бюджетная чего бы мы не говорили это бюджетная камера со всеми вытекающими из этого последствиями но говоря про видео тут есть возможность записывать 4k видео 30 кадров либо full hd 60 кадров чего не было в а15 это определенного рода апгрейд конечно же есть и макросъемка отдельные объектив с низким разрешением но вдруг вы захотите ну и профессиональный режим но в общем то тут есть все к чему мы привыкли в самсунгах назовем это так если мы посмотрим на этот аппарат в аспекте не рынка именно вот а бренда самсунга он в отличие от предыдущих лет имеет уже другое соотношение цена-качество но лучше если смотреть в разрезе рынка этот аппарат достаточно дорогой но согласитесь что 24 тысячи рублей мы можем выбрать огромное количество разных аппаратов но самсунг пытается конкурировать пытается привлечь за счет маркетинга за счет своего бренда внимание и а 25 имеет очень-очень высокие продажи в мире то есть он входит в двадцатку самых продаваемых аппаратов десятка не входят в двадцатку входит и поэтому аппарат еще раз подчеркну выбирают под себя как правило это взрослые люди которые не требуют огромной производительности аппарат поддерживает 5g что интересно для некоторых стран то есть фактически от самый доступный samsung с поддержкой 5g исходя из этого собственно его продажи идут но и производительность радиочасти здесь тоже не плохая что наверное еще можно про него сказать да собственно ничего потому что все основное было сказано на мой взгляд в россии этот аппарат стоит рассматривать только в одном случае если вы очень большой поклонник samsung другие китайские компании не признаете не хотите смотреть в их сторону и считается что долгий цикл поддержки в таком сегменте но поддержка обновления софта они у многих компаний отсутствуют как класс у samsung это есть но вот если в этом случае вы хотите получить обновление новых версий android не знаю почему зачем хотите то стоит обратить внимание на этот аппарат на этом все удачи хорошего настроения подписывайтесь на канал смотрите другие видео и до новых встреч пока